Череда тренировок и соревнований позади. Учебный год был насыщенным, говорят в культурно-спортивном комплексе «Гармония». Здесь укрепили здоровье и физическое состояние почти 500 воспитанников от 4 до 18 лет. Уже научился много. Ну, там, прыгать с бортика, прыгать с домочки, плавать. Я много выбирала разных секций, и они просто как-то не нравились. А когда я встала на лед, я почувствовала, что это мое. Эти малыши буквально влюблены в фигурное катание. Тренер научил их стоять на льду и уверенно скользить. Теперь дошколята умеют правильно отталкиваться и двигаться назад и вперед. Малейшие успехи приносят радость. Это же ведь огромное удовольствие, когда ребенок двигается на коньках по льду. Это новое ощущение для ребенка. И нам приятно это видеть, как родителям и бабушкам и дедушкам. Когда они сюда приводят детей, я смотрю, кто-то сразу слушает, как губка впитывает, а кто-то приходит сюда баловаться. И, естественно, кто балуется, я уже потом родителям говорю, чтобы они детям доносили, что они пришли на тренировку, а не побаловаться. И, естественно, вот с родителями работаем вместе. В культурно-спортивном комплексе «Гармония» прошло более 3600 тренировок по фигурному катанию и хоккею, дзюдо и плаванию, бастетболу и волейболу и, конечно, по мини-футболу. Оздоровительная гимнастика – еще одно спортивное направление. Но самый популярный вид – плавание. Плавание – это вид спорта не только на спортивные достижения, но это еще и лечебное плавание. То есть вода расслабляет мышцы, вытягивает позвонок. То есть ребенок сюда может прийти не только получить спортивные навыки, но еще, конечно, оздоравливается. У нас есть своя группа в Телеграм, где мы выкладываем свои результаты. Естественно, поощряем ребят, во всяком случае, поздравлений мы всегда выносим. Ну а тренера делают, естественно, выводы после выступления в соревнованиях, смотрят, над какими сторонами работать, чтобы улучшать свои результаты. Если малыши открыли для себя понятие дисциплины, то ребята постарше освоили спортивные программы по возрасту. По мнению тренеров, они достойно выступили на соревнованиях различного уровня. Каждый получил задание на лето – хорошо отдохнуть, набраться сил и не забывать о спорте на каникулах. Продолжение следует...